Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. И поэтому Бог говорит, что Дух Святой, которого Он послал в нашу жизнь, Он будет твоим самым главным помощником. Не духовные ли вы? Почему? Потому что то, что сеется в человеке, через время оно проявляется. Поэтому Иисус, Он что всегда говорил? Прибудьте во Мне, и Я в вас. И действовать через нас. И поэтому мы такие, часто такие твердолобы, как твердолобы. Футляр. Твердый футляр. Хороший футляр такой. Крепкий, понимаешь, футляр. Но апостол Павел говорит, что сокровища мы носим в футляре. А мы говорим, нет, футляр это самое главное. Да нет же, не футляр, а что в футляре. Поэтому мы в Нем, мы во Христе, а Христос в нас. И пока вот эта старая природа, как говорится, не откинется, не раскроется, то содержание футляра, оно никогда не послужит. Представляете, вот дают музыканту прекрасный инструмент, какую-нибудь гитару такую. И дают ему в футляре. И что толку тогда от этого хорошего инструмента? Он берет футляр, и на футляре ты сыграешь что-нибудь? А? Только можешь стучать по нему. Только стучать. Но это другой инструмент. Правда? Гитара неударный инструмент, там скрипка неударная. И все это в футляре. Поэтому, сколько бы Бог не вложил в нас чего-то ценного, сильного, мощного, прекрасного, если этот футляр не откроется, никогда не зазвучит эта скрипка, никогда не заиграет эта гитара, никогда мы не раскроемся, как новое творение. И поэтому вот это внутреннее содержание, оно главнее внешнего. Сидел на дрожжах своих, и не был переливаемый сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, какой старый вкус, и запах его не менялся. Потому вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, открывателей футляров, которые перельют его, опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. О, кажется, как страшно, Господи, как... Только бы не это, только бы не это, мой кувшин, мой кувшин, мой кувшин, не трогайте, мой футляр не трогайте. В прошлый раз мы говорили о женщине, которая пришла с салавастровым сосудом. Сам алавастровый сосуд тоже был дорогой, но самое дорогое было внутри сосуда. И если бы этот сосуд не разбился, оттуда бы ничего не вытекло, ничего бы не произошло. Но Иисус похвалил, сказал, а она это сделала для меня. Поэтому, когда тебе страшно вот это сокрушение в нашей жизни, когда Бог что-то начинает с тобой делать, чтобы этот панцирь отвалился, чтобы этот футляр открылся, чтобы мы перестали защищаться и кричать, и верещать, но сказали, Господи, наконец-то переливатели пришли, сокрушатели пришли, наконец-то моя жизнь изменится. Новый запах – это запах Божий, это запах веры, это запах жизни. Аллилуйя! Но если ты будешь сидеть в своем сосуде, как джин, в банке или в бутылке, вернее, в чем он сидел? В лампе сидел, в лампе. Поэтому Бог говорит, надо разбить. Надо разбить лампу, футляр, или что там этого не было, потому что это все мешает внутреннему выйти на поверхность. Халлилуйя! Я скажу, что в моей жизни было не одно такое сокрушение, но я всегда говорю, что у нас есть ключевые сокрушения в нашей жизни. Вот те, кто сокрушился, понял, что Бог сокрушает, я много раз рассказывал свою историю, но я и рассказывал, что это переживание моей жизни, когда мне Бог сказал, да, оставить там свою работу в оркестре и пойти вообще в другое место. Это было сокрушение моей гордости, моей надменности и всего, потому что это был как мой футляр безопасности. Но Бог говорит, если этого не произойдет, то ничего другого не произойдет в твоей жизни. Так и будешь сидеть в футляре всю жизнь. Даже есть такое произведение, знаете, человек в футляре. Помните, да? Вот так и будешь в этом футляре, в зоне комфорта своей сидеть. Но я понимал, что это Божий план. Я говорю, хорошо, Господь, я согласен. Разбивай, сокрушай, делай это. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому, знаете, люди иногда не понимают, что это Божья замечательная воля приходит в твою жизнь. Это Иисус стучит в твой футляр. Говорит, все, все, давай, выходи оттуда, вылази оттуда. Хочешь ли ты выйти? Или ты хочешь остаться там? Понимаешь? У Мава не произошли никакие перемены, потому что он не хотел этих перемен. Ничего не изменилось. Знаете, иногда люди ходят много лет в церковь, но и в их жизни ничего не меняется. И даже люди со стороны говорят, да посмотрите, он уже там или она столько лет ходит, и что? И что, конечно? Если ты будешь драгоценной скрипкой, страдиварей, будешь всю жизнь лежать в футляре, и что? И что, пока не откроется футляр, пока не достанут эту скрипку, она не заиграет. Она не зазвучит, она не будет благословением для других. Аминь. Аллилуйя. Потому что кто будет играть? Дух Святой, Мастер, да? Потому что Дух Святой через нас хочет двигаться. Он и живет в нас, чтобы мы раскрылись, и Его действие стало в нас и через нас. Поэтому, если мы будем сопротивляться друзьям, не произойдет того, что должно было произойти. И поэтому Иисус стучится, да, в дверь нашего футляра. Он стучится и говорит, кто откроет, я войду. Кто откроет, тот будет рад. Кто откроет, тот будет счастлив. Аллилуйя. Поэтому готов ли ты к этому? Хочешь ли ты этого? Но мы иногда тратим время, тратим свои силы, тратим свои финансы на то, что Богу не нужно. Да? Есть такое? Есть. Когда мы управляем и не Духом Святым, когда мы управляем и просто своими какими-то мыслями, какими-то своими человеческими пониманиями, и вот мы что-то там делаем, что-то там вот, что-то... А Бог говорит, а я в этом не вижу никакого смысла, никакого толка. Это, как говорят, рыть колодцы, в которых нет воды. Да, ты можешь быть чем-то занят, ты можешь быть занят с утра до ночи. Ты говоришь, я делаю, я работаю. А ты спросил у Бога вообще, это надо или это не надо? Потому что мы иногда думаем, я же делаю что-то, я что-то делаю. Но колодцы, в которых нет воды, они не имеют смысла. Как написано, что они сделали водоемы себе, но там нет живой воды. Знаешь, Бог хочет, чтобы живая вода была, чтобы действие Бога было, чтобы это нравилось Богу, то, что ты делаешь и как ты живешь. И, конечно, Бог, Он работает с нами, с нашими сердцами. Хотим ли мы этого? Знаете, мы иногда не хотим ничего отдать, ничего переменять, но хотим, чтобы оно все переменилось. Это невозможно. Это не получится. Скажи на это аминь. Это внешнее. Оно удерживает вот это внутреннее. И пока это внешнее, а что такое внешнее? Это наша гордость, самая большая. Самый большой футляр, это наша гордость. Только чуть-чуть пошкрябал по этому футляру, уже все. О, отойдите от рояля, не царапайте лак мой. Мы сразу реагируем так сильно. Но Бог говорит, вот этого не должно быть. Аминь. Филиппийцам Павел пишет, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. К сожалению, это очень много такого, когда люди ищут своего. Ищут, хотят по-своему. Вот это хочу по-своему, вот это хочу. Вот это. Это говорится, что вот эта оболочка старая, она никуда не ушла, и ничего не изменилось. Но в Галатах апостол Павел говорит, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И пришла свобода. Знаете, когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог, Он работал с многими героями. Не нам, чита, как говорится. Иногда этот процесс занимал годы жизни. Годы, годы. Вот, например, Авраам сколько ждал своего сына? 25 лет. 25 лет. А я думаю, что это не Авраам ждал, а Бог ждал, когда Авраам поверит. Представляете, вот это вот внешнее, как сильно мешало, как они с Сарой там решили помочь Богу, да, и сделали Измаила, сделали себе врага. Почему? Потому что они это понимали по-своему. По-своему. И мы тоже спорим с Богом. Нет, надо вот так было сделать. Нет, я вот это хочу. Нет, я так. Бог говорит, я буду ждать. Ничего. У меня время есть, у меня вечность целая. И 25 лет прошло, пока Авраам поверил в Богу, и у него родился сын обетования. Какое хорошее у него было имя. Исаак, смех. Я не знаю, кто ли Бог смеялся. Говорит, наконец-то дошло. Наконец-то. Через столько лет сокрушилась вот эта внешняя оболочка, да, потому что это своеволие, это как мы понимаем, то, как мы хотим. Это как Сара хотела, то, как Авраам хотел. Ну, все, наигрались, как вы хотели. Наконец-то, говорит, пришли вы к тому, что нужно. И поэтому Бог часто, терпеливо ждет. Да, Он помогает нам, Он хочет, чтобы это произошло быстрее, но иногда у нас такой панцирь, такой твердый, такой, я не знаю, железобетонный, может быть, что нужно время, пока это все отвалится. Я вот специально посмотрел на многих героев веры, которые ждали. Моисей вот 40 лет ждал тоже Господь его, да? 40 лет! Думал, Моисей, ну, что ты так тормозишь, да? Что ты тормозишь? Он тоже же все внешне хотел, своей силою, убил египтянина, мы революцию сделаем, мы наш, мы новый мир построим, Бог говорит, в пустыню, на перевоспитание. 40 лет Бог ждал, когда наконец Авраам, ой, Моисей дойдет до правильной кондиции, когда скажет, Бог, я уже ничего не хочу, свои силы, я хочу твоей силою, слава Богу, аминь. Поэтому, видишь ли, он был умный человек, Моисей, правда? Он был умный, он был образованный, он написал там, пятикнижа Моисеева, какой был умный. Знаете, вот иногда люди такие вроде умные, а простых вещей понять не могут, что надо смириться перед Богом, надо капитулировать, надо сдать, говорит, Господь, все, я уже, уже все, я сдаюсь, вот как ты хочешь, так это пусть и будет. Иногда Бог ждет голода этой капитуляции, ну когда он сдаться? Ну еще не сдаем, я еще сам там что-то все, по-своему, ну давай, давай, я подожду, там этого ждал столько, этого 40 лет ждал, сколько он нас ждет, лет я не знаю. Но я понимаю, что это тоже был процесс такой постепенный, и Авраама какие-то вещи там отваливались, да, и Моисея какие-то, это все шел процесс, когда наконец-то это открылся футлярчик, ларчик открылся, а там уже в ларчике сокровище, та драгоценность, да, сколько он ждал Савла, да, который тоже там носился такой, у-ху, ловить, поймать, догнать, понимаешь, потом вдарился, и у него все, слетела вот эта вот деревянная голова у него, и он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Бог говорит, ну наконец дошло до тебя, все, у тебя новое имя даем, новая жизнь у тебя начинается, аллилуйя, и поэтому, да, времени иногда уходит много, но смотрите, что написано про Авраама, да, вот смотрите, и потому, это Евреям 11, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, как бесчислен песок на берегу морском, это же говорил Господь, что у него это будет, он никак не мог поверить, что это будет, но опять же, если семя не умрет, он дошел до этой кондиции, омертвелости, мертвости, все, и тогда что? Тогда чудо произошло, слава Богу, и про Сару, так же, кстати, сказано, смотрите, веру, и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, молодой Саре было 90 лет, однако, в это время, не по возрасту, говорит, бабулька, вы что? А Бог говорит, ну, наконец, настало время чудес, наконец, Сара, и твой час настал, друзья, я это для всех говорю, что не сдавайтесь, может быть, вам уже не как Саре, но может быть, где-то так, вы думаете, ну, что уже, Господи, ну, что уже с меня взять? Говорит, посмотри на Сару, на Авраама, я ждал долго, но после этого началась их лучшая жизнь, Павел Бог говорит, лучше еще впереди, Аллилуйя, лучше еще впереди, у тебя впереди лучше или нет? Не отчаивайтесь, друзья, это говорит новый перевод, так не отчаивайтесь, даже, если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется, Аллилуйя, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, то есть, в каком смысле, да, не полагайся, потому что мы хотим все по-своему, Авраам хотел по-своему, Моисей хотел по-своему, Саввел хотел по-своему, кого не возьмешь, все по-своему хотели, пока до них не дошло, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся зла. Я так понял, что самое большое зло, это мы сами, потому что никто нам так не вредит, как мы сами себе вредим, ну, правда, мы всегда врагов ищем, кто бы у нас был виноват, кому бы сказать, что вот ты виноват, или ты виновата, но Бог говорит, ну, когда у тебя пелена спадет, ты поймешь, кто был виноват. Аминь или нет? Халлелюя! И поэтому что Дух Святой с нами хочет сделать? Он хочет нам помочь, Он хочет нам открыть, что? Глаза. Открыть глаза, потому что в Духе нет ограничений, ни возрастных ограничений нету, ни финансовых, ни по здоровью, вообще Он безграничный. Мы же поем такую песню, безграничный, или как мы поем? Безграничный поем? Безграничный. Безконечный, безграничный. Безконечный. Давайте споем ее попозже. И тоже известная история. Вы что-то получаете для себя или нет? И как ваш футляр там? А, скрипит? Скрепит, трещит? Вот смотрите, тоже известная история. Иисус проводит конференцию, 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Конференция заканчивается, все голодные, все голодные. Решение и идею, которую им дает Иисус. Но Он сказал им, вы дайте им есть. Иисус, ты как-то, ты великий проповедник, но как-то иногда ты такое скажешь. Мы откуда тебя возьмем? Вот мы с тобой были. У нас, ну, ничего нет. Ты сам знаешь, мы уже с тобой ходим здесь каждый день. Откуда мы возьмем еду? Ты что, издеваешься над нами? Ну, вот как вы бы себя... Он говорит, вы дайте им есть. Вот прославление тут пили, плясали, а я им говорю, вы дайте им есть. Что бы вы мне сказали? А? Аминь, мы хотим есть тоже, да? Вот Он говорит, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыбок. Разве нам пойти купить пищу для всех этих людей? Знаете, вот наш внешний человек, он получает задание от Бога Всевышнего, но он почему-то думает не так, как думает Бог, правда? Наш внешний естественный человек, у него естественное решение, как эту ситуацию сделать. Ну, надо пойти купить, естественно. Но, но что говорит, что говорит им Господь? Да даже это, их было около пяти тысяч. Но Он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятидесяти. И они думают, ну началось, ну началось. Сначала дайте им есть, потом рассадите их рядами. И сделали так, рассадили всех. Что же дальше? Он же взяв пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И что они делали? Они раздавали. Они раздавали. Они раздавали. Они раздавали. Откуда вообще это все пришло? Откуда? Откуда эта идея пришла? Она пришла от Бога, правда? Она пришла от Духа Святого, что написано, как Бог Духом Святым помазал Иисуса Христа из надзаретов. Аллилуйя. Это был ответ от Святого Духа. Почему мы так часто совершаем какие-то неправильные вещи? Потому что мы это делаем своим естественным, ограниченным умом. Но мы не неверующие. Знаете, иногда Бог, Он ждет, когда же мы попросим Духа Святого. Когда мы захотим узнать Его пути. Когда мы спросим Его мнение. Вы знаете, что у Духа Святого есть свое мнение? У Него есть своя воля. Правда? И когда мы у Него спросим, что нам делать? И поэтому Иисус им показал пример. Видите, я спросил. Он дал мне ответ. И я сказал вам, что нужно делать. И получилось. Получилось. Аминь. Слава Богу. То, что предлагали ученики, это бы не получилось. И так бы не произошло. Поэтому, к сожалению, у нас часто многие вещи не получаются. Мы говорим, Господи, почему у меня не получается? Почему у меня что-то не происходит? Говорит, подожди. У тебя все получится, когда ответ даст тебе Святой Дух. Поэтому, говорит, не полагайся на свое естественное мышление, а полагайся на Бога. Полагайся на Духа Святого. И Он даст тебе сверхъестественное решение. И у тебя будут сверхъестественные результаты. Аллилуйя. Потому что то, что сделал Иисус, Он им показал примеры. Он им показал то, как может быть в их ситуации, когда они выйдут за рамки своего естественного мышления, своих ограничений, потому что Бог безграничен. Безграничен Он или нет? А мы поем бесконечен, да? Давайте скажем, безграничен. Он же бесконечен. Он же всемогущий. Он же, кто еще? Вездесущий, всезнающий. Аллилуйя. Слава Богу, друзья. Потому что это другая реальность. И Бог хочет научить нас увидеть другую реальность, увидеть другую перспективу. И когда это произойдет, тогда церковь, она будет другой. Потому что мы будем другие. Мы изменимся, когда Дух Святой начнет действовать через каждого из нас. Когда вот эта оболочка, она просто исчезнет. То, что мешает Духу Святому действовать. Давайте встанем и мы помолимся. Я не знаю, может, у тебя есть какие-то ситуации в жизни, то, что ты думаешь, как мне поступить, как мне сделать. Очень хорошее время, чтобы спросить у Бога, спросить у Духа Святого, что Он думает по этому поводу, что Он думает по этой ситуации. Потому что у Него есть свое мнение по этой ситуации. У меня есть свое мнение, у тебя есть свое. Но, а какое мнение у Него? Что Он думает? Аллилуйя! Потому что написано, что Он наставит тебе на путь, по которому тебе нужно идти в этой ситуации. Как тебе поступить? Что тебе нужно сделать? И это приходит откуда? Изнутри. Да? От Духа Божьего. Отец, мы благодарим Тебя за это время и за это Словом. Благодарим Тебя за Духа Святого, Который хочет учить нас, хочет вести нас, хочет наставлять нас, хочет исправлять нас, хочет нам помочь. Потому что, сказано, Он помощник, Он поможет вам. Помоги каждому знать и быть чувствительным к тебе, Дух Божий. Аллилуйя! Помоги каждому, Господь, открыть этот футляр, избавиться от этой оболочки, которая мешает достать то драгоценное, что Бог уже вложил в нашу жизнь. Чтобы вот это самое лучшее, оно произошло в нашей жизни. Чтобы вот это благословение, вот это сокровище, которое Бог видит в нас, чтобы это принесло благословение не только нам самим, но и другим людям. Слава Богу! Потому что то, что сделал Иисус, не только благословило учеников, но оно благословило всех этих людей. Аллилуйя! И поэтому, когда происходят какие-то проблемы, какие-то бури, какие-то штормы, мы не будем в панике, мы не будем в страхе, мы будем подобны Иисусу. У нас будет мир, у нас есть власть, и мы будем повелевать этим бурям, этим штормам. Аллилуйя! Потому что написано, что мир Божий, он превыше страхов, превыше всех этих катаклизмов. Потому что все, что делает враг, он хочет нас остановить, он хочет нас испугать. Написано, он хочет украсть, убить и погубить нас. Но Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Какую жизнь? Сверхъестественную жизнь. Это жизнь с избытком, это жизнь без ограничений, потому что это жизнь по вере великого всемогущего Бога. Аллилуйя! Давай воздадим Ему славу, давай поблагодарим Его, давай прославим Его всем своим сердцем и всей своей душой, всеми своими силами. Во имя Иисуса Он достоин. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok